У нас в библиотеке не хватает рук, мы не справляемся. Послушаем РЖД. Кто внизу? Кто внизу? Какая должна быть книга, чтобы был реально аргумент, ее не вернуть? Кому хочется повеселиться. Мы начинаем. Друзья, всем здравствуйте. Это импозиционно-юмористическое шоу «Разгоны». Шоу, в котором мы смотрим на проблемы абсолютно с другой стороны. Для вас сегодня проблемы будут решать. Человек, у которого недавно появился сын, давно появилась жена и наконец-то появился повод смотаться из дома. Миша Черкасов. Не замужем, детей нет, не знаю, как ее еще объявить. Катя Иванова. Человек, который все время стоит на воротах. Илья Сенчаров. Я приглашаю на сцену генерального директора телеканала «Видное ТВ» Павла Русакова. Приветствую вас на, скажем так, пилотном проекте нашего замечательного импозиционного шоу. Всем огромная благодарность за то, что вы здесь с нами. Давайте вместе развлекать друг друга, веселиться и получать удовольствие и хорошее настроение. Мы начинаем. Не, эта палка только, кажется, не рабочая, она работает, ну мне сказали. Хотя, мне кажется, ее просто по приколу мне дали в руки, поугарает, там звук мой не записывается, просто я с палкой огромной сижу. Палка рабочая, это жена Миша говорит постоянно. Тебе при чем-то звонит, говорит, все хорошо, палка рабочая, Илюш, спасибо. Тиндер ушел из России. Ну опять, все вообще взорвались люди, прям я вижу, девки плачут за углом, мужики говорят, все, боже мой, пятницу уничтожаем, мне нужна пятница. Ну такая проблема? У меня просто никогда не было Тиндера. Глобально, может, это проблема, я просто, я не могу сказать. Просто это единственная соцсеть, ну, где турки могли общаться. Почему? Они же это, в директ пишут, в экстремистских сетях. Так они же тоже ушли. А где теперь туркам? А где теперь туркам? Познакомиться с русскими девочками. Ну что, девки, получается, все на рынок пошли, правильно? Да. Теперь офис Тиндера просто на садовод переехал. Там же тоже иностранцы. Немножко не те, конечно. Ну, наверное, люди разучились знакомиться. И подойди к Армянину, он сам все сделает. Нет, нет, это... Он сам тебя с тобой познакомит? Нет, это да. А если хочется, ну, славянской внешности... Ну, видишь, что проблема? Вот Армянин, это стереотип. Вот она подойдет и спросит, как тебя зовут? Он скажет, там, Заур, там, Севикян. А в Тиндере-то он кто? Лоренцо Пелегрини. Мне мама все время говорит, Кать, сходи в библиотеку. Познакомься. Серьезно. Ради хорошего мужика там, да? Да. А там только отходить, уборщик. Да. Я говорю, не, ну какой, уборщик, это по-любому там женщина. Я говорю, мам, ты уверена, что нужно на библиотеку идти? Она говорит, ну, Кать, ну, а подумай, где еще? Это куда советский стереотип, на самом деле, да? Да, и она мне говорит, либо в театр идти, либо в библиотеку. Ну, это чтобы мужика найти, а чтобы девушку найти куда? Так, ну ты давай-ка сходи в кинотеатр Искры. Там по-любому девчонки тебя ждут толпой. Толпой стоят вот так, у них юпочки, платочки, тут косы. Девчонки стоят в сторонке. Да. У них тут косы. И Мишу ждут? И Люшу. А, Илюшу. Нет, у меня не могут. У меня только дома ждут. Не, просто, ну, я не знаю, как, я вообще никогда на улице не знакомилась. Но у меня нет, а, нет, раз познакомилась, да. Кто-нибудь знакомился на улице когда-нибудь с кем-нибудь? Да? Да, было, конечно. Ну и что, вы замужем за ним теперь? Что, идем в библиотеку? Ну, мама, она, ну, не посоветует ничего плохого. Что самое интересное, ну, в зале сверху сотрудники библиотеки такие, ну, какая-то реклама про вас. Да, все, мы теперь, мы работаем с 10 вечера теперь. У меня теперь афиша такая, так там. На первую главу Чаполина или на войну и мир? Новость появилась, что сейчас для регистрации на российских сайтах нужно ее регистрироваться только через почту отечественную. Через почту России, чтобы в Тиндере зарегистрироваться. Чтобы побыстрее. Мне можно срочно, мне надо зарегистрироваться на сайте. У меня для порнхаба в какое окошко? Да, он говорит, мужчина, для порнхаба в третьем. Вот так. Интересно, а там же есть? Там же есть этот аппарат? Вы конверт сначала взяли. Похоже? И нельзя с маркой, которая приклеена. Нужно, чтобы вот язык работал. Мне на тиндор. При ней, Марк, вы оближете, прилепите, она вам скажет, можно ли? Верю. В порнхаб 100%. Нет, просто сейчас в это время, но уже... Если у вас свины мало, вы точно не в порнхабе. А там у вас много спины. Если не в зубубенных кружевах. Нет, я просто подумала, сейчас Кира Пластинина уже, но ликует, она пьет и рядом еще... Она тебе заплатилась сегодня? Да, мы первым разом приплачиваем. Кира Пластинина сейчас скажут, что типа... Нет, это не Китай все. Нет, а что вы еще знаете? Ну, он еще... Я еще не найду его еще. Банусский. Нет, а сейчас тоже еще и Рамблера, они... Они там как Волкс, Уолл-стрит, они сейчас бухают, у них путаны там, потому что они сейчас почта... Блин, у меня была почта Рамблера, представляете, это какой будет вообще. У меня есть почта Рамблер, потрясающе. Уже Рамблера нет, но почта осталась. Вы готовы забить себе почтовый ящик на всех почтах. Вот Рамблер, Мэйр, Яндекс. А что там еще есть? Пользуюсь одной. Замечательная тема, давайте поаплодируем. Новости закончились. Не, ну про Тиндер я только сейчас узнала вообще прям. Да? Я больше выдумывать не могу уже просто, потому что заканчивается. Не, у меня есть потрясающая история про Тиндер, но я вам рассказывала, но я не могу здесь рассказать. Так ты сейчас людей заманила. Я вам потом... У нас съемка закончится, я вам потом расскажу. Просто... Зрители потом в комментариях будут писать в группе ВКонтакте, Видное ТВ, кстати, подписывайтесь, это реклама такая. Что типа шоу полная фигня. Очень классная реклама. Но история от Катюхи. Пластина счет рекламы, это, конечно, шикарная реклама в группе. Кира Пластина прозвучала 40 раз. На самом деле, к нам просто перед этим продюсеры в шоу подошли, сказали, денег пока на шоу мало, нам нужно как-то найти спонсора. И мы поэтому во все сразу влились. Кира Пластинина. Не, ну у нее папа какой-то обеспеченный. Мне кажется, они даже... А она нет. А я не знаю, что с ней. Может, на монастырь ушла, я не знаю. А я не знаю, кто папа. Папа Кира Пластинина. Я думал, скажешь, если ты в зале по машинам, ты чем сейчас занимаешься? Вы куда производство дели? Представьтесь нам, пожалуйста. Да, как зовут вас? Вот, видишь, вас сразу положительно. Марина меня зовут, можно... Не выпендривайся, как зовут? Марина меня зовут, работе в библиотеке. Какие проблемы в библиотеке? Ну, никто не ходит. Что? Нет, проблема одна. Ее нету, не построили еще. Они борются с Ростиксом, кто там на этом месте будет. Книжки-то варенье возвращаются. Все, проблема решена. Мы переезжаем на пешеходный переход. А мы типа... Уважаемый мэр, огромное вам спасибо за новые столы, новые стулья и учебное пособие. Осталось построить здание. Ребятам очень холодно зимой на улице. Проблема единственная. У нас много должников, и они не возвращают книги. А вы что, продаете? Ну, на стиху... Ты... Сразу видно, люди в библиотеке вообще ни разу не были. Да? Да, сразу видно. А формуляры? А формуляры? Два... А, слово формуляры... Молодец, похлопали! Формуляры, знаешь, молодец. Ламбрекены! Нет, это что? Нет, это... Это он что? Это он что? Как это влияет? Вот, может, какие-то штрафы есть у вас на то, что книгу не вернули? Там, не знаю я. Смотри, мы не можем угрожать. Мы не можем штраф выписать. Мы ничего не можем, кроме как просто позвонить. Какие вы классные коллекторы? Все бы такие, да? Да, да. Я же по коллектору продели, вот и в садах. Причем библиотекарям, звоните, это должникам. Тебе осталось три дня, то же самое. Тебе камнем просто разбивают окно, а там бумажка. Верни книгу, твари. Они просто думал банк, а они... Типа, да, типа, вы там должны, там, вот эти вот телефонные мошенники. Какие из библиотеки знают их, куда вообще? По вашему читательскому билету обнаружено подозрительное активо. Кто-то взял азбуку. Нет, они говорят, добрый вечер, это центр библиотека. Должники. Должники, да. Значит, действительно, есть люди, до сих пор, во-первых, которые ходят в библиотеку. Билицы. Я с этого в шоке. Засранцы. Что ходят в библиотеке? А, ой, нет. Какая должна быть книга, чтобы был реально аргумент ее не вернуть? Комас утром. Я все время пользуюсь. Не прошел. Стоянно. А, ну, кулинарные рецепты. Уголовное право. А библия есть в библиотеке? Библию. Да. Или она только в отелях библия? Во всех отелях библия. Я никогда не видел. Меню видел, да. На какой, не, там всегда ли, Коран и библию. На какой срок обычно берется книга? На месяц. То есть, может быть, проблема в том, что срок маленький, люди за месяц не успевают прочитать, потом баника. На пятой странице. Я сейчас приду, у меня там закладка, и подумают, что я не умею смотреть. Он говорит, мне просто Чаполино, что-то тяжело пошел, я не смог за месяц его. На итальянском. Много согласны. Там, я... О, же, не тяжело читать. Он говорит, я залипаю на картинке случайно, я только на пятой странице из-за этого. Не, ну смотри, можно увеличить срок, правильно, вообще, в принципе? В нашей стране, да. Да. Легко. Иди, правильно. Эта фраза всегда... Все равно придется голосовать интернет. Не, ну, сам факт, тут месяц мало, чтобы прочитать. Ну, как тебе, ну, на год, что ли, ты вообще, что ли, не сможешь прочитать? Надо что-то другое, надо... Ну, она, я знаю, надо просто сразу номер карточки банковской и три буквы позади. И у тебя сразу, чтобы пенни сразу, ты с карточки пенни. Нет, ты не осуществляется под вас 9 рублей каждый день, что случилось? Да, б***ь, катанская дочка. Да, бесплатные услуги. Хороший вариант. Так, еще. Карточка. Ну, вообще, опять же, поскольку полиция... Можно, как в рамках, в ресторанах руку отрубать, но сначала надо найти. Руку? Отрубать руку, закрепите, сейчас мы подумаем, как найти. Должен, зачем мне столько рук? Ну, лез рук, чтобы потом устроиться, да. Чтобы руля, когда перебирать, выпали пальцы плевать, потом вы приходите к начальнику управления. У нас в библиотеке не хватает рук, мы не справляемся. Смотри, надо вернуть к нему, вот представь, вот, взял ты книгу, ты библиотеку не вернул. А еще ведутся на вот эти рассылки, если не вернешь книгу, ты и твои 10-10. Да. Отправь это сообщение всем. Еще вот этим номерам они тоже должны к вышке. Верни. А в карточке приведи должника и получишь бесплатный месяц для возврата. Типа... Кражу-то нельзя провести? Вот, это уже хорошо. Провести как кражу? Ну, нет. Это он интересуется просто уже заранее. А то у меня их 10. Нет, а что, до 1000 рублей административка, поэтому бесполезно. Дорогие книги давайте тогда. Только дорогие, чтобы можно было в уголовник. Даже человек, если просит, да мне вот брошюру, мне свидетели Игова почитать надо. Нет, все. Мастер Маргарита, подарочная... В золотом переплете бери, тварина. В золотом ключик, вон там, ну 200 рублей. Так, нет, нельзя, бери пять. Калфеты. Бери пять книг, чтобы накосали. Чтобы хотя бы на уголовку потом притянуть. И батон хлеба. Вопрос законодательства сейчас глобальный. Нет, извините, Владимир Владимирович, никого не открыли. Они приторгованы посылками. Тем не менее, смотри, человек берет собственность и не предоставляет никакие данные в обмен на это. То есть он, по сути, может написать Петя Петров. Меня смешает, как Илюха серьезно это рассуждает об этом. Подожди, мы берем паспорт, списываем данные с паспортом. Договор со строками. Договорчик у нас есть. Скоро, есть данный паспорт. Ну, и что ты хочешь? Ипотеку оформить на человека? И что? Оформь на него кредит. Да, я тебе пристегну в данный паспорт. Да, оформляйте кредиты. Госуслуги ему удалите, он прибежит на коленях, будет умолять. Да, ну ребенка... Можно сказать, не могу проголосовать? Да не, не могу ребенка к садику отправить. Он все книги принесет. Он еще новые принесет, не изданные еще. Совсем родняков соберет и принесет. Из тупых вариантов делать книжки, как у детей эти варежки на резинке. Чтобы его поймать можно было за книжку. А потом просто дергаешь, и человек вместе с книгой так в библиотеку летит. Более унизительно. Данер даем, короче, телеграмм и транслировать геолокацию месяц, чтобы ты никуда не дернулся. Найти его. Человек где-то на квартире, там с телочкой, напрывается библиотекарь. Это полиция в библиотекарь. Все стоят в муниципальном учреждении. Проберите ваш свидетельский билет. Формуляр наружу. Семену, забирай его, у него просрочен по книжкам. С ним не ведитесь, женщина. Придавать огласки, как в Советском Союзе. Тучите сейчас как бабушки. Знаете, парень тетутки, наркоманы, около памяти. Это нос. Придавать огласки, придавать огласки. В некоторых магазинах есть баннеры над входом библиотекаря. Этот Рудейра не вернул капитанскую дочку. Все. Я же говорю, нужно что-то унизительное. Что? Баннеры наружу. Максимально унизительные. Рассылку, короче, ВКонтакте. Или где-то еще просто. Если знаешь его, там, напиши. У вас есть группу ВКонтакте? Ориентировки. Ориентировки. Если ты не вернешь книгу, все цельем твои голые фотки. Нарисованные картинки. Карикатуры на тебя. Мы покажем, что ты делал с книгой. Нет, они говорят, если ты нам не вернешь книгу, мы напишем обидное эссе про тебя. Оскорбительно. Герой нашего времени. Верни книгу, нальем 50 грамм. Сейчас люди просто вам принесут. Рванут. В пятницу все принесут, дадут. К вам в пятницу свадьба придет просто у всех. Там мужик приносит связку книг и такой, так, ну мне разливного литра надо. И бутылку свою принес еще. А ты тот, перед домикой на что потянут? И мы еще переименуем библиотеку в красное и черное. В белое, в черно-белое это да? Нет, в белое и черное есть уже. Выбили название магазина и тут что вы ему начинаете посоветовать? Браво. Меня зовут Павел. Сегодня я с утра только приехал с поездом. К нам на съемку? Да, специально. Специально, конечно. Сажусь я в поезд. На свою нижнюю полку. И я вот тут вот в свою нишу захожу, у меня 11 место. А там стоит девушка с маленьким-маленьким ребенком. И сразу мне лов. Вы не хотите поменяться? А ее место на втором этаже у нее есть. На второй полке, если бы. Вот. Я говорю, нет, я поеду на свое место. Вот проблема в том, что я эти двое суток мучаюсь. Потому что он писал сверху на вас ребенка. Нет. Она там другого парня уговорила. Ему ребенка дал. Ну я-то отказал. Правильно ли я сделал? Ты бы обиделся, если бы вот тебя с ребенком, вот ты бы сказал, блин, ну у меня вот малой тут, ему, его укачивает сверху. Я всегда беру верхний, потому что мне очень нравится, наверное. А ребенку-то ему нравится на верхний полк? Будет нравиться. Очень строгий оттенц. У него есть варианты. Нет, просто давай. Ему нравится срать на улице. Пицца нормально вам после этого? У вас ничего там? Нет, вопрос был правильный. Если я вышел, что я вот вторые сутки думаю об этом, правильно ли я поступил, для меня это, наверное, я сам, наверное, себе проблемы создаю. Нет, ну ребенок-то не ваш, это не проблема. Это у них проблемы. Нет, проблема тогда получается в девушке, которая, не подумав, взяла верхний билет. И не подумав про дела, правильно? Пил с ребенком. Платил больше денег специально за нижнее место, за комфорт. Специально, чтобы в матери с ребенком потом. Он имеет право. Он такой в больницу уже поругался с утра, так в поездке или буду ругаться. Он имеет право, он заплатил за деньги и имеет право там ехать. Если по закону, то он прав абсолютно. А я не спорю. Если чисто по-человечески, надо было, не надо было, это от своего самочувствия можно ощущать. Ну, типа, если кашляю, то пропущу, да? У тебя такое самочувствие, кашляю или нет? Вы кашляете, все, вы сдохнете. У вас плохое состояние. Нет, Павел, просыпается утром, она сидит напротив на нижнем сиденье и грудью кормит, и так смотрит на него. И тут слеза у нее, и ребенку в рот по груди течет. Это вообще то, что ты описываешь, это этикетка вино, молоко любимой женщины. Значит, надо сейчас выйти из студии, к какой-нибудь даме, нахамить. Еще разочек. Чтоб он предыдущую забыл. И он сейчас мне с ноги с... Чтобы мучиться уже новым. Да. Да, из тех, кто одну боль, другой забил, мы будем уже вторую программу снимать, и стоят ли какие-то нужны будут. Счастливы к постоянным гостям. Проблема-то всегда есть. Нет, подожди. И Павел приходит домой, и его жена говорит, слушай, ну ты нормально ту историю забыл? Говорит, да, я Катюхе на шоу ехать. Пойду в следующий раз, извините, надо. Пойду. И Катя такая, у меня тут другая страна рабочая. Теперь съемка отсюда. Чтобы решить проблему в глубине себя, надо же, ну, выговориться кому-то, да? Можно написать на этом. Послушано РЖД. Девушка, которая ехала со мной в Флакстарте. Другого-то числа, да. Ищу тебя РЖД. Вариант, вы можете просто поехать где-нибудь в автобусе и вступить в место какой-нибудь рандомной девушки. Это типа как прививку. Я сейчас проще сделаю. Так? Прям наступаю. А-а-а. Нет, на самом деле, ну, мы же проблему нам сказали, признались. Мне кажется, она сама вот сама уйдет, то, что вы выговорились нам. Да, она уйдет. Потому что, ну... Признание проблемы уже 50% ее решает. Молодец, мужчина. Это женатые так все отмазываются. А когда я ехал в ту сторону... А-а-а! А там? А там что? Ну, в этом же, типа, в плацкарте в этом же... Собаку в окно выкинула. Опять маленький ребенок? И всю дорогу, родители включали ему мультики. Кстати, а почему мне эта девушка с ребенком не сказала? А давайте поменяемся. Я наверх полезу, а вот внизу. Проблема? Кто внизу? Кто внизу? У меня была верхняя полка, когда я туда ехал. А-а, ты у нас восьмоменесичная? А мама с ребенком была внизу. Почему она мне не сказала? Давайте поменяем. Только женщина, только мужчина. Нет такого. Нет, есть только женская, только мужчины нету. Нет, мужчин есть. Есть смешанные. Смешанные. Ну, кому хочется повеселиться. Да, я в таком ехал на верхней полке, а на соседней верхней ехал и собака. Не было ли места? Да, она мужчина. Ну, она либо мужского, либо женского пола, правильно? Нарушений не было. Я не знаю, я не заглядывал. Вот сучка, да? Она же с гендером определилась. Собака ехала с комфортом. У нее были игрушки. Она бухала? Возможно. Даже у собаки есть место, а у тебя нету. Там были игрушки разложенные, вот эти веревки, пластиковая бутылка. А курицу она ела? Нет, ее спускали и кормили с рук. А, то есть с ней был хозяин еще? Конечно. Ну, что-то. Я думала, сам себе. Нет, она сама купила себе жуды. Я думала, она настолько умная просто. Вообще, ну, такой мухтар вообще. Почему игрушки было? С вами семейство. Подо мной была бабушка, напротив была мать с ребенком. Сверху их собак. А, я думала, собачье семейство. Ты бы сказал, что было семейство? И я четвертый туда в лес, и они у проводника спрашивали, а это что, разве не женская курица? Ну, а почему с нами мужчина? Я спрашиваю, а вот твоя вот это вот. Почему с нами Найда? У Анастасии Семеновны какой-то мужик. Мы хотим девочками сидеть. Елена подходит проводить, там с нами какой-то кабель едет. Да я знаю, у нее верхнее место. Ну, что ж, друзья, это было шоу «Разгоны». Не забывайте приходить к нам на запись наших программ, рассказывать о своих проблемах, а мы с ребятами их обязательно решим. Подписывайтесь на наши социальные сети. Группа ВКонтакте и телеграм-канал телеканала «Видное ТВ». Ну, и до новых встреч. Я не могу этот новостной ведущий. Всем пока, с вами был «Кайфово!»